Я пока еще не теща, но язык у меня, будь здоров, поэтому сейчас мы с вами попробуем, оценим, и я вам все расскажу. Бессарабия, степной край. Какие грибочки, если у нас есть синенькие? Тещин язык, грибочки, рулетики. Кто же скажет, что это деревенские блюда? Между прочим, ресторанная подача, поэтому приезжайте в Бессарабию, получайте удовольствие, у нас всегда вкусно, у нас всегда разнообразно и с любовью. Баклажаны, они же синенькие, жаркое лето, холодные закуски, и их будет целых три в одном видео. Ингредиенты вы видите, почитать про их точное количество можете внизу под видео, там же кнопочка лайкнуть, подписаться, колокольчик, нажимайте, будет интересно. Первая закуска это тещин язык. Для этого мы тонко порежем слайдами синенькие, прожарим их и усыпем их томатами с чесночком. Второй рецепт. Это синенькие под грибы, лучок, сливки, немножко кунжута и, собственно, синенькие. Ну и третий рецепт это рулетики из синеньких с ореховой пастой. Делать все буду быстро, поэтому следите за руками. Первое, что нам нужно, это нарезать слайдами синенькие. Вымыли хорошенько и нарезали. Синенькие для первого и третьего рецепта я посыпаю солью. Они должны отдать сок и горечь. Отправляем синенькие мариноваться. А в это время будем подготавливать следующие синенькие на рецепт, как под грибы. Для этого мы снимаем шкурочку с вымытых синеньких. Нарезаем кубиками. То же самое подсаливаем, чтобы они немножко подмариновались. А это значит выпустили сок и отдали горечь. Дальше. Лучок делаем мелко рубленный. Морковку трем на терочке и мелко натираем помидорчик. Дальше. Протомим лук до золотого. Это тоже для двух блюд. Делаем одновременно. Пока соль додела, нарубим орешков. Потом мы их будем с вами блендерить в пасту. Отделяем половинку лука на синенькие под грибы. И это не игра в четыре руки. Это одновременное приготовление трех блюд. Поэтому сейчас мы высыпаем морковку в наш лучок. А в соседнюю креманочку мы высыпаем с вами грибочки. Ой, это не грибочки. Это еще синенькие. Но будут похожи на грибочки. Добавим соль и перец. На третью сковородочку я ставлю жариться язычки на раскаленное масло. Кстати, для тех, кто кушает блюден, пожалуйста, можете обвалять ваш язычок в муке. И тоже будет очень классно. Будет такая хрустящая корочка. Чтобы убрать лишний жир, язычки выкладываем на салфеточку. Синенькие грибочки притомились, поэтому самое время добавить сливок. И томить до полного приготовления. Для рулетиков мелко нашинкую зелень, кинзу и петрушку. Поехали! Давайте блендернем орехи, зелень и морковку. Кстати, в пастетик обязательно добавляем чесночок. Самое время добавить морковку. И только сейчас добавляем зиру, соль и черный перец. Уже вкусно? Но по желанию можно добавить острый красный свежий перец. И пока мы взбиваем паштет, мы с вами выпарим помидорки. Для этого распускаем чесночок в масле. И добавляем слегка красного жгучего перца. А знаете почему? Потому что это блюдо называется тещин язык. А в народе все знают, что тещин язык самый острый, самый с огоньком, самый с перцем. А мне еще не остренько. Поэтому добавляю еще смесь перцев. Ну и, соответственно, соли по вкусу. Так, закончили. Еще раз. Мы убираем масло. Ну что, я готова к презентации, к моей любимой части программы. Обратите внимание на синенькие. Обратите внимание на закусочку. А теперь мы будем это все начинять и выкладывать. Дорогие друзья, вот какой у нас получился результат. Возможно, урок сегодня был довольно трудоемкий. Но зато быстрый. И посмотрите, какой эффектный. С вами была Елена Беседовская. Готовьте, как я. Готовьте лучше меня. Готовьте для своих любимых. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok